История этого реконструируемого сооружения на протяжении многих десятилетий была связана с детьми. В разные периоды здесь базировался ясли сад. Теперь же вековое здание превратится в место помощи тем, кто в раннем возрасте столкнулся с аутизмом. От старого помещения здесь остался лишь каркас. Постепенно облагораживается территория. Появились новые окна, благодаря которым в помещениях теперь больше света. Проводится комплексная реновация стен и потолков. Отделочные работы в самом разгаре. В данном этапе идут чистовые отделочные работы, укладка ламината, окрашивание стен, подготовка к сдаче. Местами идет укладка плитки, окрашивание фасадов, чистовые отделочные работы. Это здание еще 19 века, постройки. Когда мы его начали разбирать, от него мало что осталось. То есть остался фундамент и от стен, то есть каркас. Все остальное мы здесь переделали практически крышу, делали новое перекрытие. Только стены оставались. Новый проект станет составной частью вспомогательной школы города. Поэтому ее представители, как эксперты, всегда участвуют в планерках на объекте. Подсказывают, что было бы сделать разумнее и лучше. С учетом особенностей детей, внутри была проведена частичная перепланировка, согласно требованиям безбарьерной среды. Но главной новинкой центра станет оборудование и оснащение кабинетов, в которых будут трудиться педагоги, прошедшие комплексное обучение. Здесь планируется открытие сенсорной комнаты, сенсорно-динамического зала, открытие кабинета биофидбека, томатиса. Но пока, к сожалению, у нас не все специалисты есть. Мы сейчас работаем над тем, чтобы подобрать и ввести в штат данных специалистов, которые бы могли оказывать такую коррекционную помощь нашим детям. Стоит сказать, что будущий центр станет первой такой площадкой педагогического типа в Брестском регионе. Поэтому представители системы образования уверены, что со временем в учреждения на консультацию смогут приезжать педагоги, а также родители с детьми из других районов. Мы очень нуждаемся в этом здании и в дополнительных помещениях, которые здесь будут открыты, поскольку количество детей в нашей школе значительно выросло за последние годы. И обеспечить комфортные, удобные, скажем так, развивающие условия для детей – это очень важная задача на сегодняшний день. Чем поможет нам данный проект и ввод этого здания? Это, конечно же, мы сможем более качественно оказывать помощь детям. Сдать объект строители планируют к началу учебного года. А это значит, что своих первых воспитанников новый центр примет уже в сентябре. Продолжение следует...